Первые две меры должны быть сделаны обязательно. Если здесь не будет укреплен вот тот фронт участка, не будет сделан дренаж, то я более чем уверен, в продолжении заказчик получит то, что плита будет дальше перекашиваться и этот фундамент просто уплывет. Всем привет! Сегодня мы находимся на участке в поселке Низино и цель нашего выезда очень интересная сегодня. Я сегодня вам не буду рассказывать про строительство чего-либо. Задача, которая стоит сегодня передо мной, это обследовать данный фундамент. Заказчик на данном фундаменте собирается строить каркасный дом и у него возникли некие сомнения по поводу того, что сможет ли этот фундамент вынести в дальнейшем нагрузки и вообще пригоден ли он для строительства. Причина возникновения этих вопросов появилась следующим. То есть, визуально похоже, что какие-то углы у фундамента задраны, он думает, что поверхность данного фундамента неровная. И плюс у него есть еще один очень неприятный момент на данном участке. Участок идет под уклон. То есть, уклон и весь идет в ту сторону озера. И так как этот фундамент сделан, и вокруг него еще не созданы дренажные системы, то есть, он их планирует, но в дальнейшем, а погода в этом году стоит очень дождливая, и мы в этом году, в принципе, снега практически вообще не видели, то у него есть с той стороны фундамента, я вам сейчас покажу, одно место, по которому явно видно, что весь песок из-под подушки вымывается. Поэтому это очень беспокоит заказчика, и он просит дать некие рекомендации, что делать, и вообще, как бы, можно ли на данном фундаменте строить. Вот наша плита, а вот здесь, вот здесь, мы видим, как из-под этой плиты вымывается песок. Заказчик сделал вот эту траншею для отведения воды, а в итоге получилось так, что по этой траншеи каждый день вымывается песок. Кажется, вроде бы, его немного в траншеи, но если учесть тот фактор, что вот два месяца, не прекращая, идут дожди, то представляете, какой объем песка уже вымылся из-под плиты. Соответственно, я предполагаю, что в этом углу, в этом углу, возможно, даже какие-то просадки. То есть, вот эту причину 100% надо сразу на фундаменте устранять. Итак, как производятся замеры вообще фундамента? В принципе, эта ситуация, ну, довольно-таки частая. Бывает, что люди покупают участок, и у них уже есть фундамент на участке. Бывает, как бы, после строительства, ну, допустим, одной бригады приходит следующее, и их этот вопрос, качество выполненной работы, всегда волнует. То есть, что мы смотрим, какие параметры? Итак, параметр номер один – это соответствие фундамента тем чертежам, по которым он строился. То есть, должны совпадать все стороны фундамента, линии и диагонали. Диагонали обязательно проверяются в фундаменте. Это номер один. То есть, номер два – мы должны посмотреть, соответствует ли данный фундамент заявленной толщине. То есть, в данном случае заказчик заказывал плиту толщиной 15 см. Хотя я не сторонник таких тонких плит, да, и предпочитаю минимум стартовать от двадцатки, даже если у вас там каркасное домостроение. Но, тем не менее, здесь заказчик твердо убежден, что 15 см – это более чем достаточно для того, чтобы она выдержала дальнейшие нагрузки. Номер два – это толщина плиты. Номер три – мы должны проверить уровни на этой плите поверхности плиты. То есть, соответственно, для этого берется нивелир, и с шагом полметра, метр ставятся точки по всей этой плите. После этого мы получим карту. То есть, это делается на том же самом снимке, ну, то есть, на котором мы выставляем все размеры. То есть, мы берем либо чертеж, либо рисуем вручную, и потом сверяем с чертежом. Вот. Это номер три. Вот эти три параметра нам сейчас, в принципе, скажут о технической, то есть, будем так сказать, геометрической пригодности для строительства данного, ну, дальнейшего здания на этом фундаменте. Итак, мы произвели полностью все замеры на данной плите. По ситуации у нас получилась следующая картина. Вот, покажу вам, если видите. Вот, вот эти верхние размеры, вот эти верхние размеры, это размеры согласно проектным. То есть, отклонения здесь практически никакого. То есть, в сравнении с чертежом, здесь гуляет буквально один сантиметр. На косых вот этих диагоналях есть разбежка по 2-3 сантиметра. Но, как я понял, то есть, чертежи, вот эти косые диагонали у проектировщика рисовались условно. Ну, то есть, основные габаритные размеры и, в принципе, как бы, вот основные диагонали полностью соответствуют. Вот. И вот относительно замера номер 2, это замер как раз перепадов, вот вы здесь видите, есть высшая точка, это 181, и низшая 190. То есть, что это значит? Если у нас по размерам плиты, допустим, все нормально, то есть, она полностью соответствует чертежу, то у нее есть перепад 9 сантиметров. Вот сейчас на фундаменте высшая точка от ниши отличается на 9 сантиметров. Вопрос следующий. Почему это произошло? То есть, и тут, соответственно, есть две интересные гипотезы. Гипотеза номер 1. Соответственно, вот этот угол, вот этот угол, который мы сейчас видим, вот здесь, вот здесь завяз бетононасос, когда он залился и пытался выехать. То есть, здесь провалилась полностью огромная машина вот в этот заезд. И чтобы ему, ей выехать из этого заезда, по рассказам строителей, здесь было похоронено практически чуть ли не под куб доски. То есть, представляете, объем куб доски, который был утоплен под ее колесами. Поэтому в процессе, вот как раз это у нас самый высокий угол вот в этом месте выходит. Вот как раз в процессе, в процессе именно вытаскивания этой машины есть предположение, что этот угол могло задрать. И теперь, гипотеза номер 2. Так как уже на протяжении двух месяцев постоянно идет дождь, и заказчик вроде бы как позаботился о фундаменте и прокопал вот эти траншеи, которые я вам показывал раньше. Здесь идет постоянный отток песка из-под плиты. Вот он пытался решить эту проблему, вот сделав вот такое некое заграждение из арматуры. Вот. Но вы сами понимаете, песок, который имеет размеры там миллиметры, микроны, для него вот это заграждение из арматуры, то есть, никакой роли не играет. Он просто вымывается потоково отсюда. То есть, если мы посмотрим, мы уже видели, да, я вам показывал эту траншею, вот она полностью заполнена песком, и во время дождей он просто явно здесь утекает, уходит. Вопрос, как быть дальше заказчику, что вообще делать? То есть, имеет ли этот фундамент дальнейшее место быть? Да, он имеет место быть, конечно, здесь. Давайте так, вот в общем, я вам сказал, кстати, про верхнюю и нижнюю точку, разница 9 сантиметров, но вот помните, я называл параметр 181 и 190, но основной размер по всей плите, то есть, вот основная высота, вот по линейке нивелира, это 186. Соответственно, мы имеем некую разбежку, то есть, в верхнюю сторону 4-3 сантиметра, и причем это только вот в одной небольшом углу плиты, и в нижнюю сторону, там имеем вот эту тоже погрешность на 3 сантиметра. То есть, это с одной стороны, вот, как бы вроде бы казалось много, но как быть? Потому что деньги-то уже заплачены за этот фундамент, то есть, заказчик уже заплатил за него, и как выходить из этой ситуации? Соответственно, решение номер 1, это обязательно, обязательно решить вопрос с перепадом, укрепить вот тот отвал, то есть, разровнять тот грунт, сделать какие-то возможные, как бы укрепления, убрать вот эти канавы, чтобы песок не уплывал из-под плиты. Это решение номер 1. Решение номер 2, это обязательно сделать дренажи вокруг фундамента, дренажную систему, которая будет заканчиваться колодцем и каким-то принудительным отбросом воды, потому что на данном участке воду отвезти на самом деле некуда, то есть, здесь все уходит у соседей самотеком, но вот после участка заказчика идет следующий участок, и вы понимаете, что ему некуда спустить дренажи, то есть, но ему этот вопрос надо решить, значит, договориться с соседом, найти канаву, то есть, сделать колодец дренажный, приемный, поставить туда насос, который будет отбрасывать в то место, куда можно спустить воду. Вот это надо сделать обязательно. И вопрос номер 3. Как построить дом на этом фундаменте? Все, в принципе, не так плохо, потому что во многих этих случаях, так как геометрия фундамента идеальная, то можно, в принципе, по краям просто крепить щиты и опалубки и просто залить ростверки, ростверки армированные, под все несущие стены дальнейшие. Что нам это дает? Нам это, во-первых, даст укрепление, укрепление, то есть, вот этой данной плиты, то есть, это будет как некий армопояс. А во-вторых, этими ростверками выравнивается необходимая плоскость для постановки в дальнейшем каркасного дома. То есть, но ростверки обязательно армировать. Соответственно, это шагом в 50 см засверливаться, вбивать арматуру в плиту, да, то есть, засверлились, вбили штыки арматуры, обвязывать их, соответственно, 12-й рифленой арматурой продольными жилами, два, а лучше в четыре ряда, потому что я бы на этот фундамент рекомендовал бы ростверки высотой 40 см. Нам бы как раз они дали вот это нивелирование, вот этих 9 см, да, и в дальнейшем зазор для того, чтобы сделать там уже систему полов. Да и вообще, вот, судя по данному участку и фундаменту, у него плита, она как бы утоплена получается в грунт. То есть, в любом случае, если заказчик в дальнейшем собирается строить каркасный дом, то это дерево, да, и его надо все равно повыше увести от земли. Поэтому он за счет этих 40 см нивелирует этот весь перепад, перепад, и в дальнейшем просто сделает систему из себе теплых полов, но засыпав, к примеру, не положив там полистирол бетона, а засыпав, к примеру, керамзитом. То есть, вот, нижнее основание, потому что это получится подешевле. Вот, но первые две меры, первые две меры должны быть сделаны обязательно. Если здесь не будет укреплен вот тот фронт участка, не будет сделан дренаж, то я более чем уверен, в продолжении заказчик получит то, что плита будет дальше перекашиваться, и этот фундамент просто уплывет. Все, на этом выезд на этот участок закончен. Всем спасибо, что смотрели за моим видео. Следите за дальнейшими видео, подписывайтесь на мой канал. С вами был Тимофеев Олег, и до скорых встреч!